Наши гости одной из самых влиятельных лиц ЕС. Эта женщина, в частности, известна тем, что накладывает на американские технологические гиганты многомиллиардные штрафы. Именно ее бывший президент США Дональд Трамп назвал налоговой леди. Моя сегодняшняя собеседница Маргаретта Вистагер, исполнительный вице-президент Европейской комиссии. Она совсем скоро попрощается с Брюсселем, после того, как почти 10 лет отвечала там за политику в области конкуренции и цифровых технологий. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вскоре обнародует 27 кандидатов, которые могут стать следующими комиссарами. Судя по всему, в их числе около 10 женщин. После голосования в июне в Европарламенте произошло самое большое процентное сокращение женского представительства с момента первых прямых выборов в 1979 году. Как вы смотрите на это и что сказали бы фон дер Ляйен? Ну, я думаю, все это, к сожалению, свидетельствует о недостатке усилий в том, что касается равных возможностей и гендерного баланса. Урсула фон дер Ляйен сформулировала, на мой взгляд, совершенно законную задачу, сказав «Дайте мне двух кандидатов, мужчину и женщину, и я составлю свою комиссию». Так, чтобы в ней был гендерный баланс, и чтобы люди обладали необходимыми навыками. Думаю, любой премьер-министр сказал бы «Я соберу собственное правительство», а она просила всего двух человек на выбор. Очень жаль, что государства-члены не выполнили эту просьбу и не дали ей возможность создать лучшую из возможных комиссий, сделав ее гендерно сбалансированной. Ведь мы уже добивались прогресса на этом поприще. Мы, знаете ли, уже наглядно показали, что гендерно сбалансированная комиссия способна проделать беспрецедентную работу. Мы показали это в рамках этого мандата под руководством Урсула фон дер Ляйен. Почему важно иметь больше женщин? Вы уже начали говорить на эту тему, уточните. Ну, в первую очередь, это просто справедливость, и она в том, что представители обоих полов должны принимать участие в руководстве. Во-вторых, смотрите, в каком мы тяжелом положении, сколько кризисов вокруг. Нам есть с чем бороться. Кризис стоимости жизни, геополитика, экономическая безопасность. Конечно, надо использовать таланты обеих половин населения, а не фокусироваться только на одной, мужской. Нужна палитра талантов, которые вы можете привлечь, а еще нужен разный жизненный опыт, отраженный в составе Еврокомиссии. И вы должны показать детям, мол, вот, мальчики и девочки, вот так выглядит сегодняшнее лидерство. Мужчины и женщины руководят сообща. Если послушать новости сегодняшнего дня, то мы увидим, ультраправые поднимаются по всей Европе. Мы вновь увидели это в воскресенье в Германии с партией АФД. Вы опасаетесь, что увеличение числа кабминов ультраправыми может полностью подорвать ваши усилия по регулированию технологий? Хорошо, что в сложившейся ситуации у нас есть законодательство, и оно сильное. Это и закон о цифровых рынках, позволяющий убедиться, что рынок открыт и справедлив, и закон об услугах, он о том, чтобы сохранить в сфере услуг безопасности одновременно свободу слова. Думаю, очень важно, чтобы эти нормативы никуда не делись. Даже если правительство враждебно настроено к некоторым шагам ЕС, то ничего не поделать, закон есть закон. Мы союз, построенный на верховенстве закона, поэтому, думаю, будет очень-очень трудно изменить взятый курс. Он в том, чтобы гарантировать, услуги это действительно услуги, а не то, к чему вы пристрастились, что усложняет жизнь или что используется для подрыва демократии. То есть вы не боитесь последствий для сектора технологий, если к власти начнут приходить ультраправые? Только если им удастся изменить национальные законы, потому что в законе о цифровых услугах ЕС не говорится, вот это неправильно, а это правильно. Это можно говорить, это нельзя. Закон о цифровых услугах прописывает рамки системы, с которыми вы уверены, что на местах те или иные услуги не несут вреда. Знаете, мы только что разобрались с платформой TikTok, которая представила сервис, который, по нашему мнению, мог быть вредным. В итоге в Европе его не запустили. Таковы обязательства. Но когда речь заходит об оценке того, что считать вредным, например, поощрение терроризма, насилие, о рецептах изготовления бомб, о жестоком обращении с детьми, жестоком контенте, языке ненависти, то это должны оценивать страны-члены. И если они, конечно, отступят и скажут, говорите, что хотите о меньшинствах, подстрекаете людей к насилию, то тогда, конечно, мы окажемся на неизведанной территории, потому что в последние десятилетия мы многого добились. Запретили язык ненависти, вовлекли меньшинство. Но, сделав это, государства-члены, конечно, могут пойти и в обратную сторону. Многие из крупных антимонопольных постановлений, которые вы запустили в период с 2014 по 2019 годы, были фактически отменены в суде. Мы знаем, что скоро будет вынесено окончательное решение по вашей апелляции по делу Apple. Наблюдатели считают, что вы стали играть менее заметную роль в период второго мандата. Как вы сами оцениваете сделанное, и что вынесли из серии неудач? Это очень разные ситуации. В целом, мы выиграли большинство наших дел. Мы проиграли иски, связанные с некоторыми странами, которые, по нашему мнению, заключали соглашения с крупными компаниями, позволяя тем платить меньше налогов. Одна из причин, по которой в первый срок у нас было гораздо больше таких дел, заключалась в том, что мы хотели посмотреть, как суды будут оценивать эти вопросы. Вместо того, чтобы действовать быстро, мы хотели посмотреть на реакцию суда. Параллельно с нашими исками о госпомощи в сфере налогообложения, некоторые страны изменили законы, чтобы предотвратить появление налоговых лазейок. Международное сообщество приняло меры, установив минимальную эффективную налоговую ставку в размере 15%. С ней налоги выплачиваются в тех странах, где реально генерируются доходы. Я считаю, мы добились прогресса. Хотя, конечно, для меня было бы лучше выиграть все дела. Но если мы посмотрим на антимонопольные иски, иски о картелях, то станет ясно, что в значительной степени суды согласны с нашим подходом. Давайте поговорим о конкуренции, раз уж об этом зашла речь. Сейчас в Европе идут дебаты о правилах и политике в области конкуренции, о необходимости их пересмотра, изменения подхода Брюсселя. По-вашему, можно найти баланс между защитой европейского потребителя, с одной стороны, как вы это делали на протяжении многих лет, и укреплением европейской промышленности? Возможно ли это? Ну, это во многом зависит от того, что вы имеете в виду, говоря об укреплении. Потому что, например, я вижу силу в том, чтобы иметь возможность выбрать другого поставщика, если ваш обычный вас подведет. Если один клиент подведет вас, у вас будут другие. И конкуренция дает именно этот выбор. У вас с ней много поставщиков, которых можно менять, у вас есть доступ к рынку, где много компаний, к которым можно обратиться. Я считаю, что вы можете действительно быть конкурентно способны на мировом рынке, когда тренируете свои конкурентные мускулы дома, там, где вам тоже бросают вызов. Думаю, что да, есть ряд вещей, которые можно сделать для укрепления бизнеса. Хорошим примером считают трансграничные проекты, которые мы ведем. У нас есть иностранные водородные проекты, два в области аккумуляторов, два в микроэлектронике, один в облачных технологиях, один в здравоохранении. Общий объем инвестиций в передовые инновации составляет 100 миллиардов, столько же, сколько наш исследовательский проект «Горизонт», только в очень специфических секторах, в передовых. И это поможет европейским предприятиям выполнить то, чего мы от них ждем. На мой взгляд, это очень хорошее использование госфинансирования. Одновременно эта промышленная политика помогает рынку двигаться дальше, не ограничивая конкуренцию. Важно не рассматривать эти две вещи как противоречия, а считать конкуренцию одним из аспектов, который действительно помогает промышленности выдерживать давление на мировом рынке. Считаете, что правила в сфере конкуренции должны быть пересмотрены? Трудно ответить в целом, ведь мы взяли существующие правила конкуренции и расширили сферу их применения, не только для выявления роста цен, но и для выявления отсутствия инноваций. Например, если две фармкомпании хотят слиться, есть риск, что большее закроет инновационный сектор меньше, чтобы защитить свою прибыль. И в таких случаях мы, конечно, беспокоимся, потому что потребители не получат преимущества от инноваций в здравоохранении и могут оказаться в проигрыше. Это старые правила, и мы продолжаем настаивать на их инновационном использовании. И я считаю это очень важным. Но, конечно, я думаю, это важно продолжить. Я считаю, что у всех нас разные культуры, в том числе политические. В Дании, к примеру, дискуссии между людьми намного жестче, чем в Швеции, где все очень вежливы. Такие культурные различия существуют между близкими соседями. Поэтому очень важно полагаться на систему контроля на национальном уровне. Когда речь идет о борьбе с вредоносным контентом, удобно иметь кодекс поведения, на который можно сослаться, иначе все осложнится. Мы просим наладить управление этой проблемой так, чтобы на определенном этапе национальные суды могли бы сказать, это действительно вредный контент, вы должны с ним бороться. Поэтому в вопросу идут жаркие политические дебаты, иногда перегибают палку. Но в целом это легитимная дискуссия. Арест генерального директора Телеграм Павла Дурова во Франции. Мы знаем, что это не имеет отношения к ЕС. Не кажется ли вам, что правоохранительные меры против основателей технологических гигантов могут сработать только в том случае, если их лидеры несут личную ответственность? Считайте, что они остаются в центре событий. Я говорю, а был не Маскем. Для меня тут два разных вопроса. У нас есть закон о конкуренции, закон об услугах, а есть уголовное право. И нужно очень хорошо подумать, хотим ли мы смешивать эти две сферы. Я не считаю, что мы добьемся большей эффективности, если будем атаковать гендиректора определенной компании. Для меня очень важно то, что мы уже делаем, какие иски открываем, какие потенциальные штрафы. Можем наложить. Скорость наших действий и ресурсы, которые мы вкладываем, являются ключом к переменам, которых ждут граждане. Потому что им обещали это и для них самих, и для их несовершеннолетних детей. Подход Европейского Союза к внедрению стандарта цифровых услуг был похож на подход администрации Байдена в США. Там приближаются выборы. Каков риск, если кандидат от демократов Амала Харрис проиграет кандидату от республиканцев Дональду Трампу? Не боитесь, что в случае победы Трампа этот подход в США будет обращен спять? Что тогда Европа и Америка пойдут разными путями? Мне кажется, это очень сложно оценить. Смотрите, что говорит Камала Харрис в качестве кандидата в президенты. Она говорит, нам нужны доступные цены, надо посмотреть на уровень рыночной концентрации, решить кризис стоимости жизни, который стал фактом, к сожалению, в США. Я думаю, что это очень обширная тема, ведь многие избиратели сталкиваются с подорожаниями и не понимают, почему цены не снижаются так же быстро, как растут. Так что в определенной степени, думаю, мы могли бы стать частью двухпартийного движения. Ведь честная конкуренция служит избирателю, в данном случае избирателю в роли потребителя. И это не совсем политический вопрос, это решение повседневных проблем людей, которые живут в условиях ограниченного бюджета. Поговорим об искусственном интеллекте. ЕС сосредоточился на регулировании в этой сфере. Но почему в ЕС нет чемпионов, когда речь идет об ИИМ? Ну, я не вполне согласна с вами. Мы много говорим о законе об искусственном интеллекте по уважительной причине. Он является первым в мире. Но у нас также есть, знаете ли, программы инвестиций в искусственный интеллект. Так что многие фонды, государственные и частные, направляют средства на инновации в этой области. Мы даем возможность небольшим компаниям использовать наши гипермасштабные компьютерные системы. Их у нас 10. И они самые передовые. У нас есть, например, французская группа Мистраль, которая абсолютно не уступает другим. Есть множество компаний, которые разрабатывают искусственный интеллект для использования в своем оборудовании. Это может быть и медицинское оборудование, автомобили, и всевозможные производственные машины. Поэтому я думаю, что европейский подход немного отличается от американского. Однако мы не только можем догнать их, но и определить повестку дня для использования искусственного интеллекта. А с ней люди смогут доверять технологиям, которые используются для их обслуживания, а не для контроля. На мой взгляд, это очень сильный и перспективный европейский подход. Но в списке крупных ИИ-гигантов сегодня нет ни одной французской или итальянской компании. Как вы объясните этот факт? Ну, во-первых, игра еще не закончена. Одна из вещей, которую надо сделать, дав европейскими компаниями равные шансы, это обеспечить им доступ к капиталу. Без него вы не можете масштабировать бизнес. Поэтому, конечно, мы также выступаем за увеличение объема частных и государственных инвестиций с меньшим количеством препятствий, которые необходимо преодолеть, чтобы получить доступ к фондам, например, к так называемому терпеливому капиталу для неотложных нужд. И да, у нас есть неактивный пока капитал, и он нуждается, думаю, в поощрении государства. Готовы сказать, мы разделим с вами часть рисков по этим огромным инвестициям, и тогда все европейские таланты смогут получить справедливый шанс на участие в гонке за искусственный интеллект. Маргарита Вистагер, скоро свет увидит новая комиссия. Что вы посоветуете комиссару, который придет вам на смену? Вспоминаю свой старт. Напомню, я не юрист по вопросам конкуренции, а экономист по образованию, и большую часть жизни проработала в политике. Я старалась не бояться и не слишком идти на поводу умных юристов вокруг меня. Старалась настаивать на тех вещах, которые считала действительно важными. На рынке технологии служат потребителям, а не наоборот. Рынок должен быть открытым и конкурентным. Когда вы говорите на языке, который полностью понимаете сами, люди тоже смогут его понять и поддержат вас в ваших усилиях, нацеленных на то, чтобы нас, наши роли потребителей, хорошо обслуживали на рынке. Знаю, что этот вопрос вам задавали много раз за последние несколько месяцев, но я постараюсь переформулировать его. Чего вы хотите после ухода из комиссии? Каковы ваши желания? Я не говорю, каким будет ваше будущее. Вы очень хорошо сформулировали, мне нравится. Знаете, у нас очень строгие правила и нет открытых дверей. Есть двухлетние ограничения, оно полностью оправдано. Я верю, что мои европейские амбиции найдут свое применение. Да, я амбициозно и страстно хочу, чтобы у людей были широкие возможности в обществе, которые становятся все более цифровыми. Думаю, что политика должна побудить Европу стать гораздо более вовлеченной в окружающий нас мир. Так что, да, есть много вещей, над которыми я хочу поработать и с нетерпением жду этого. Вы упомянули геополитику. Возможно, это одна из ваших сфер интересов. Я очень благодарна за это.